Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CS Go Run? Режим кейс-баттл уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже, наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Знаете, есть у меня небольшой загон такой. Я не верю в учительных идеальных людей. Именно поэтому сегодня я и расскажу вам, почему Егор Кридц Идеальное позорище. Ушам долбануло. Встречайте, Егор, дорогой наш Крид. Дорогой, это мягко сказано. Егор Николаевич Булаткин, амбассадор красоты, актерского мастерства и пения ртом. Я, Егор Крид, просто секс. А он еще и первый видеоблогер, хочу заметить. Да, да, он первый видеоблогер. Это очень важный момент. Не забывайте, дорогие друзья. Миллиардов. Думаете, это вам? Он вообще во всем первым. Он вообще во всем первый. Он первый музыкант, первый видеоблогер, первый стример, первый работатель дуртом. Как бы не так. Все сообщения этого мира предназначены только для него. А если нет, они были отправлены по ошибке. Мой голос троган, а пермут. Везде первый, нигде второй. Топ-1 по гонке в яйцах своего отца. Он задоджил аборт, чтобы пробиться на этот свет и показать миру величину своего таланта. Регалий у него больше, чем слов в русском языке. Этиловые субстанции в организме алкаша Валеры и половых партнеров у твоей бывшей. Но что самое важное, Ну пока по факту. Он добился сам, без мам, пап и кредитов. С 13 лет я начал делать музыку активно. Но есть в этой сладкой ложечки меда и небольшая бочка дегтя. Он, по-моему, пытается его вообще везде подсунуть. То есть, мне кажется, вот куда угодно он зайдет, пообщается с тобой, а потом такой, ребят, пошлите собак крутить. Что-нибудь такое? Когда 17 лет мне было, я приехал и подписал контракт. Потом 2 года где-то или 2,5, я не помню. Я ничего не зарабатывал. С 13 лет все делал сам, из 17 начали делать за него. Путь был тернист, правда, не очень долг. Ведь когда Егор говорит о том, что всего добился сам, почему-то подобные воспоминания у него не вызывают противоречий. Когда, допустим, в начальном этапе пути я приносил песню на лейбл, то есть худсовет, который решал выпускать эту песню, либо нет. Ну, просто это была спродюсированная полностью история не мной. Я как бы не участвовал вообще в этом, в принципе, сценарии. Человек, который сделал себя сам, правда, чужими руками. Заслуга, когда ты попал на лейбл в 17 лет, где тебя в прямом смысле держали как раба, лишая возможности делать, что ты захочешь, и принимая все творческие решения за тебя, вряд ли можно назвать достижением. Есть еще... Ну, вообще да, но... Да, да, согласен, пожалуй. Но хочется дополнить, что все-таки ему как бы... Его направляли. То есть он делал что-то сам, приходил, показывал песню, но его все равно направляли. То есть абсолютно все подряд он бы не смог выложить. Еще определенные обстоятельства, которые сдерживали меня, для того, чтобы где-то что-то я мог сказать. Чтоб я мог с тобой вот здесь с пивом сидеть. Сейчас это... А, то есть раньше не мог этого делать? Я не мог этого делать. Бедолага, который даже пиво с дудем на камеру по собственной воле... Ну, это... Вот это, кстати, полный бред. То есть он вообще был полностью закрыт. Но это неприятно. Попить не мог, будет рассказывать о том, что себя он сделал сам. А если вдруг вы хотя бы на секунду сомнитесь в этом? Каждый раз, когда какой-то уебок напишет, что меня сделал кто-то, кроме меня, я подойду и харкну ему в лицо. Я вон... Чё, блядь? Он же 100% этого не сделает. Я даже говорю не с точки зрения, ну, типа того, что... Ну, типа, существует не того, что он просто не сделает, потому что он не мужик. Нет, просто, ну, типа, мады размажется. Он ждет тебя огорчить, Егор, но так это не работает. Блядь. Но так дела обстояли раньше. Сейчас контракт с рабовладельцами расторгнут. Амнистия наступила, а золотые цепи больше не сковывают шею. У меня никто не знает, какое я есть. Возможно, это моя защита. Так ты же можешь, да, ты же можешь транслировать это в образ. Могу. Теперь начну, потому что я развязан в этом плане. Понимаешь, что я отвечаю сам за свои поступки, и мне не надо ни у кого ничего спрашивать. И как же теперь наш Джанго освобождает? Осуждаю, 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 осуждаю. Осуждаю. Вот эти высказывания, пожалуйста, без вот этих высказываний, дорогие друзья. Мы, блядь, сидим на Твиче огромным количеством людей, и мы не одобряем вот эти высказывания. Весь мир, это радуга. Френдли, фэмили, контент, ебать. Не смей, сука, так говорить на Твиче. Или я приду и харкну тебе в лицо. Понял, сука. Я помадой не пользуюсь, так что реально смогу это сделать. Главное, чтобы ты не был слишком высоким, а то там гравитация, блядь, на лицо мне упадет. Вот если ты вот метр шестьдесят нормально, вот типа выше не надо. Орожденный распорядился полученной свободой. Без нее лед, я паси, но он возрождает, ну спасибо. Хочет отношению, спасибо. Хоть обе, я паси, боже. Я выше, блядь! Жизнь короткая, искусство вечное. Не имея ничего общего со вторым, уповать остается только на первое. Поэтому, чтобы не терять времени зря, планка качества опускается где-то на уровень роста Эльдара Джарахова. Мы подумали сделать... Эта песня настолько прекрасна, что Ютуб считает ее конец самым интересным моментом. Нет, правда, отличная песня, братишка. Особенно мне понравился момент, когда она закончилась. Но перед тем, как она соизволила это сделать, случился еще один занимательный момент. Кто не знал, тот узнает, что у Егора к представительницам прекрасного пола, с которыми он строит свои половые отношения, всегда была довольно четкая позиция. Ну у них-то отношения были супер открытые, на показ. А я всегда, как бы, очень скрытно к этому отношусь, я ни ка на показ не выставляю. Блядь, я хочу еще раз это посмотреть. Очень скрытно к этому отношусь, я ни ка на показ не выставляю. Пока эти отроди шоу-бизнеса делали личное публичным, заставляя своих маленьких фанатов биться в экстазе и пускать пену у рта, обсуждая сложные, запутанные и нереально интересные отношения своих кумиров, наш гордый рыцарь на своем белом коне, для которого шоу-бизнес – это бездушное сборище лицемерных пососков. Вот пиши цитату. Я ненавижу российский шоу-бизнес. Почему? Потому что вот из-за всего этого дерьма. Я ненавижу его за то, что в нем нет души. Всегда при... Блядь, вот, сука, вот реально в российском шоу-бизнесе нет души. Вот в американском, австралийском, европейском, африканском, азиатском есть душа. Там вот правда душа просто пиздец. Там, в отличие от нашей страны, ну, не растят звезд с нуля. У них даже нет школ для этого. Ну, типа, знаете, у Диснея там, типа, кей-поп в Азии, Корея. Ну, типа, это же... Ну, они что, сами хотят? Они сами хотят со звездами. Это не считается, правильно? У них же нет такого, ребята. Я предпочитал оставаться настоящим джентльменом в этом прогнившем мире. Я очень против публичных отношений. Я обычно, типа, вскрываю. Хорошая и правильная позиция, не так ли? Так вот, забудьте про это нахуй. Понимаете, ребята, Америка! Главное правило интернета. Сказал, не надо, значит, надо. Не прошло и пара лет, как золотые доспехи заржавели, а белый конь в качестве жертвы был у Донбагам шоу-бизнеса. Пожалуйста, вернись ко мне! Мне хуя! Не хочу жить, не хочу с нам! Ты чё, серьезно, малышка потерял? Да, не по... После тяжелейших двух минут исследований взаимоотношений в мире животных закономерный вывод не заставил себя долго ждать. Обиженная на свою бывшую цирковая обезьяна, забыв про свои прописные истины, решила вылить в публичное поле все свои пиздострадания по ней путем унижения в собственном клипе. С глубокой мыслью в голове... Но это тупо максимально. ...и такой же дырой в очке Егор настолько серьезно... Нет, говорю, типа, карнавал, мне кажется, не самым искренним человеком. Правда. Ну, то есть, мне кажется, она прям максимально приспособленец, потому что я постоянно слышал от многих людей то, что она в зависимости от ситуации ведет себя по-разному. Ну, как будто у меня нет даже ничего четкой позиции. Но в любом случае, делать такую хуйню — это, блядь, на мой взгляд. Слишком тихо, ребят. Сейчас сделаю погромче немножко. Бля. ...подошел к воплощению своего творческого замысла, что даже актрисульку, похожую как две капли белой и вязкой жидкости, нашел, чтобы тонкая метафора читалась сильнее. Ну, Егор, ну, артист, ну, надевай. Мужчину определяют поступки. Да я уже понял, мужского в тебе дохуя, Егор. Один из немногих музыкантов, заслуживающих унижения. Ты просто бриллиант на анальной пробке российского шоу-бизнеса, который так тебе не нравится, но в то же время грех не поиграть по его правилам, да? Ну, пожалуйста, откуда тут еще, сука, это челядь, нахуй? Блядь, челядь! Сука, это идеальное слово, чтобы так чат называть. Можно я заберу у Егора Крида это слово? ЧЕЛЯДЬ! Слышь, челядь, плюс написали, челядь, плюсик, плюсик, барыню, ба-барынь, барыня, блядь, барыню. Как это говорится? Барыня, барыня, ба-барыну, барыня, барыня, барынь, барыню, барыну, барыну, барыну плюс отправили. Спасибо всем за такой актив под последними роликами, за то, что подписываетесь, ставите лайки и поддерживаете меня деньгой. Еще никто никогда так не хвалил меня за секс с мужчинами. Ну, а мы продолжаем. Помните, делать плохие вещи плохо, делать хорошие вещи хорошо. Отправляя своих зрителей в райские кущи своим ангельским голосом на концертах, а затем на сеанс к психотерапевту у себя же на стримах, Егор... Че, минус пишешь? Расстрелять этого ублюдка. Словно царь Медас одним касанием своей прекрасной руки просвещает... Но только любовью, у нас френдли фэмили контент, Твич, посмотри, у нас френдли фэмили. ...просветляет некое... Френдли фэмили. Я шучу, я за что в ГТРП. ...крепшие умы своих маленьких фанатов. Не тебе учить других, да как раз мне, блядь. Как раз мне, потому что мне есть что сказать, родной. Инфантильный ребенок, чью хрупкое эго рассыпается от дуновения ветра, а тяжелый путь становления закончился в 17, на полном серьезе считает, что может привить молодому поколению правильные ценности. Ну реально, я просто пытаюсь до еблонов донести, которые хуйню пишут и рофлят в чате. Правильные вещи. Мне просто обидно. Понимаешь, гэнг, бро? Я пытаюсь до еблонов челе девчаке донести правильные вещи, бро. Гэнг, понимаешь? Эшкере. Просто я говорю, есть такие моменты, когда малышка несет хуйню и отходит от бати. И тогда бати что делает? Записывает дизь, йоу, понимаешь, бро? Не вот этой хуйней занимается, типа стерпеть, не рассказывать, забыть, подружиться, йоу, бро. Мы занимаемся реальным трэшем, йоу, понимаешь, бро? Понимаете, мне обидно. Мне очень часто бывает обидно за поколение, что оно просто деградирует, вместо того, чтобы, блядь, хоть какие-то у них правильные мысли были в башке и появлялись. Неважно, кто ты. Блядь, почему он затирает... Блядь, я говорю, это просто странно. Ну, то есть, давайте объективно, у Егора Крида как человеческих зашкваров, так и ради финансов до хуя. Ну, то есть, супер странно, что он действительно сидит и учит кого-то жизни. Окей, каждый блогер там рассказывает, возможно, про какие-то вещи. Ну, допустим, про свой жизненный опыт, да? Но, блядь, никто не садится и такой, «Ой, ребята, я лучше всех жизнь понимаю. Я лучше всех её понимаю. Вы нихуя не понимаете. Вы долбоёбы ебаные. А вот я, я понимаю». Причём, ну, как мы знаем, как работает жизнь, особенно вот люди постарше меня даже это докажут, ты каждым годом думаешь, «Бля, каким же долбоёбом я был?» И понимая это, ну, тебе просто не хватает совести сесть и сказать, «Бля, вы нихуя не понимаете, я понимаю». Ну, ты максимум можешь сказать, знаешь, это какому-нибудь супермаленькому ребёнку, который тебе приходит и говорит, «Бля, ребята, я получу высшее образование и стану президентом». Хуй, блядь. Ты станешь, сука, продавцом, блядь, в Макдональдсе. Не, ну, ладно, там отдельная ситуация, дискуссионный вопрос, но сами понимаете. «Ой коробке и спешит поделиться ими со всеми желающими. И чтобы не быть голословно-лицемерной гнидой, я дам ему такую возможность на этом канале». «Ну чё, ебать? Не ожидали, нахуй, камбэк, блядь». «А если 4 выпадет, что будет? Будет больше спин-офф». «Заберём». «Вообще, ребята, хотите бабки, становитесь стоматологами». Это вот, хотите, вот реально совет, полезный, становитесь стоматологами или пластическими хирургами. «Оу, это Макс Винчат!» Или айтишниками. Сейчас айтишники самые богатые, сука, люди. Сейчас вот эти, знаете, чуваки, которые, помните, вот был фильм, как он назывался, там ещё был персонаж-хакер, я забыл, как называется фильм, и там сидит такой чувак просто в очках, пиздатый, сука, с клавиатурой в руках, вот, ребята, девчонки, бегите за ними, сука. Если вот просто проверяете, вот приходите вы на свидание, говорите чилую. «Хеллоу, ворлд!» Если он выкупает, сука, просто к нему прыгайте нахуй моментально, я вам клянусь. Вот здесь вы не ошибётесь. Рэперы, депутаты, всё хуйня. Лезьте к айтишникам. Если вам повезёт, вообще, возможно, откроете супер-киндер-сюприз с будущим Илоном Маском. «Макс Винн! Макс Винн!» «Уху!» Уроки финансовой грамотности совершили поворот не туда. Я, может, чего-то не знаю, но вроде как ценности в данном случае не являются производной от слова «ценник». Но кого это ебёт? Находясь на Твиче, рука так и тянется к Казику. Отрекламил? Тогда закидывай ноги на стол, руки за голову и с кайфом наблюдай за своим банковским счётом. «Ебать!» «О! Ебать!» «Маля, это тексты настолько!» «Это Макс Винн был чат!» Но со временем и Твич умеет удивлять, не выдержав... «Это был Макс Винн, чат!» «Блин, я...» «Я победил!» «Я проиграл!» «Вау!» «Знатиск всех известных человечеству талантов Егора он депортировал его прямиком на Парашу, выдав ему перманентный...» «Это был Макс Винн!» «Баны низвергнув стримик на кик». Но, как мы уже поняли, Егор не пальцем деланный, поэтому собственными руками в лучших традициях Боровов, Баранов и других фантастических тварей он нашёл выход, как ему заработать и здесь. «Вот вам контент!» «Вот вам стрим!» «А теперь давайте действительно поговорим о важном...» «Есть такая штука в интернете...» «Точнее, четыре буквы, как...» «С...Кам!» «С...К...А...М...» «В общем, скам!» «Это популярно...» «Бля, не знаю, я показывал, короче говоря, для понимания вот этот ролик маме...» «А нет, не этот ролик маме, я показал пародию на этот ролик своей маме, это где Илюха сидел такой... «Ребята, хочу с вами поговорить о важных вещах!» «Бегать...» «Этот...» «Бегать в коридорах» «Или там чё там было?» «Я показал, наебать, угорало» «Интерненная тема в мире в целом, в интернете и развелось в последнее время очень-очень много скамеров» «Зимой 23-го года в рамках просветительной школьной...» «Готовился!» «Подожди, вы ща угораете?» «Этой хрени года, дай бог, два!» «Это мем!» «Вы реально мне пишете готовиться на мем?» «Программа разговора о важном» «Это ебаный вермишель записывает обучающий ролик, где рассказывает о том, что такое скам и как его предотвратить» «Что такое скам?» «Это когда вас обворовывают в интернете» «Что такое скам?» «Задача до смешного проста — открыть у рот, сказать слова и не обосраться, но даже тут он не справляется и в конце от своего чистого, как слеза младенца сердца, призывает подписаться на свой телеграм-канал» «Ну и можете подписаться на мой телеграм-канал, на мою телегу» «Где ссылки на его стримы с игрой в казикол у даманской телеги льются просто килотоннами» «Вот он здесь где-то появился, Егор Крита, официальный канал» «Абсурд ситуации поражает воображение, наше доблестное правительство доверило рассказывать детям о том, как не попасть в руки гандонов, которые наебывают людей на деньги, гандону, который любит наебывать людей на деньги» «Там точно нет фейков и там вас не заскамят» «Там точно нет фейков, ребята, там только нормальные мои рефералочки, заходим, ребята, крутим собачек» «Действительные мысли, которые он придумывается и в больной голове, как всегда, с действительностью нихуя не совпадают» «Казино не скамит людей?» «Ха, забавно, а у меня почему-то другая информация» «Место, в котором ты можешь выиграть или проиграть свои деньги, опираясь на рандом, который определяется и корректируется исключительно самой площадкой» «Конечно, скамом не считается» «Егор, я закрываю счет!» «Спасибо, люди верят в тебе, это самое главное» «Посмотрите в эти честные глаза!» «Верите вы ему?» «Лично я, да» 22 марта 2024 года в Московской области в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен теракт, в котором погибло 145 человек 551 человек получили ранения 24 марта был объявлен днем траура «Эта страшная трагедия, оборвавшая сотню невинных жизней из-за выблетков, которых даже людьми называть не хочется до сих пор отзывается в сердцах многих «Подожди, а к чему это?» «Ну, трагедия, я понял, а к чему это здесь?» «Я никому и никогда не пожелаю оказаться в такой ситуации и даже близко представить себе не могу, что чувствовали люди, оказавшиеся там в тот день Но даже в таких страшных обстоятельствах некоторые люди умудряются найти для себя выгоду «Я под Новый год всегда отправляю деньги деткам и старикам» После пары десятков грандиозных опсеров, которыми успел наследить Егор на своем творческом пути, случилось немыслимое «Знаете, я все время отправлял там деткам больным деньги» 26 марта, буквально через 4 дня после трагедии в Крокусе, Егор запускает благотворительный стрим, на котором все собранные деньги пойдут пострадавшим «О, ну это похвально, кстати» «Я переживал перед сегодняшним стримом, тяжело было его в целом запускать, очень волнуюсь до сих пор, не знаю вообще, что говорить» «Идея-то здравая, правда реализация подкачала, ведь занимается этим Егор, а значит без бочки дегтя здесь опять не обошлось» «Блядь, только не говорите, что он после получается вот этого и пошел Казик рекламить» «НЕТ! НЕТ!» «56 минут прошло стрима, а вы уже отправили 120 минут еще рублей» «Красавцы! Большой вам респект, большое вам уважение за то, что вы делаете» «Ну что, ребят, давайте, наверное, начинать наш бонус-хант» «Начали за здравия» «У меня эмоций нет, типа» «Это даже, блядь, ну не то, что смешно, это охуеть» «Как бы я просто напоминаю, этот человек затирает за мораль, за то, что все вокруг какие банаты, за то, что он правильные вещи затирает, снимает дис на свою бывшую, собирает деньги, сука, на благотворительность, а после на этом же стриме, понимая, какая трагедия сейчас в стране, блядь, идет Казик рекламировать» «У Мигру, у Мигру меня даже эмоций нет» «Окончили Егору в рот, это директор денег, что состояние измерять можно в цифрах семью нулями, и даже здесь не смог удержаться от рекламки своей любимой помойки» «Вот такие есть идеи, делать, так скажем, из этих шоу азартных стримов иногда и благотворительные». «Сейчас я думаю, что у нас начнется более-менее веселое настроение, потому что слоты — это всегда весело, особенно...» «Так, ребята, у нас произошел теракт в России, умерло очень много людей, многие люди потеряли своих близких в семьях, эта трагедия запомнится нам на долгие-долгие годы, и мы будем помнить». «Ну а теперь, дорогие друзья, самое время в казино! Поднимем немножко настроение, ребята! Сла-ты! Сла-ты!» «Ты чё ебанутый? Ты чё ебанутый?» «Ну, блядь, это он затирает за мораль то, что люди нихуя не понимают?» «Когда они не дают...» «Как стать твоим рефом?» «Брат, ссылочка есть везде, и в телеге, и в чате». «Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, всё для людей, настроение поднимем, рефералочку скинем». «Блядь, окей, хорошо, ты рекламишь казино, ну нахуй ты делаешь это на этом стриме, понимаете, в чём прикол? Зачем?» «Тысяч рублей, сейчас по 5к закину своим рефом, окей?» «Вперёд, сынок! Угощайся!» «Так ли всё плохо?» «Да, люди собрав...» «Я вот согласен, вот правильно говорить человек, типа, тогда не надо говорить вообще про эту трагедию, типа, ты идёшь, либо сразу ты играешь в казик, похуй на всё, спустя время, да? Либо делаешь исключительно благотворительный стрим. Благотворительный стрим плюс ещё реклама чего-то, но это просто, ну не смотрится никогда. «Ради благого дела угодили в ловушку тупого, как кочерыжка дегенерата и вынуждены были лицезреть на своих экранах жадного до денег клоуна, который, разумеется, впоследствии всё отправит на благотворительность». «Вот у нас здесь сидит почти 50 тысяч человек, 49 тысяч». «Ну суть, по сути...» «49 тысяч, ребята, ну конечно, пришли на благотворительный стрим, после трагедии, многие сидят на панике, у кого-то, я уверен, вообще типа психика просто полетела от ситуации, не говоря уже о людях, которые, ну, причастны, там типа у них семьи были вообще во всём этом кошмаре. Там вообще ужас, я буду представлять на самом-то деле». И чувак просто под это всё такой «Слоты!» «Вы же понимаете, что если бы он подрубил бы просто бы казино, у него бы онлайна такого не было?» «Я думаю, это очевидно для всех, да?» «Если бы он просто подрубил бы казино и сидел бы и играл, а не перевёл бы контент, сука, благотворительности на слоты». «Это не меняет. Прикрываясь благими намерениями, ты просто в очередной раз не упустил возможности...» «Блядь, и это он за мораль затирает!» «Полутать лёгких денег, ведь помимо заносиков, которые ты впоследствии пожертвовал на благотворительность, казино отдельно платит за сам факт того, что ты в него играешь». «Просто всю жизнь, блядь, пытался людям помочь, нахуй, вбить правильные мысли в голову». «Я просто пытаюсь правильные мысли вбить голову людям, понимаете?» «Что нужно много работать, что нужно уважать других, блядь, что нужно любить людей, нахуй. Что нужно, блядь, не быть завистливым в жизни». «И вот вы скажете, ты завидуешь тому, что он богат и успешный? Сходите нахуй, я лучше навсегда останусь медиа-нището, чем прославлюсь и стану таким же легендарным позорищем, которое в погоне за деньгами пойдёт на всё, лишь бы платили побольше». «Какая разница, рост ты в богатстве или в бедности, успешен ты или нет? До тех пор, пока ты остаёшься человеком, ты чего-то стоишь». «Не знаю, мув с крокусом это прям критическая хуйня, на мой взгляд». «А покуда все твои действия руководствуются не моральным компасом, а банковским...» «То есть я даже как бы могу забить хер на вот эту ситуацию с карнавал, но с крокусом это прям критическое говно». «Им переводом стоишь ты, как это не парадоксально, очень дёшево». «Лядь, что-то я даже просто не знал про эту ситуацию, чтобы вы понимали». «Время замедляется, скалит мне зуб и страх, это зеркало разбилось прямо на моих глазах, оно прошлому подобное, и режусь об осколки, собрать пытаюсь образ, что снимаю».